Основные проблемы проведения и оказания анестезиологического обеспечения интенсивной терапии у пациентов онкологического профиля связаны с высокой травматичностью операции, с расширением показаний к операциям у пациентов ранее инкурабельных и неоперируемых, у пациентов с выраженной сопутствующей патологией на фоне снижения иммунитета. В последнее время очень много говорят о методике, которая пришла к нам из-за рубежа, фаст-трек, методика быстрейшего выздоровления пациента, в более широком смысле перешедшая в методику ЭРОС, которая дополняет методику фаст-трека. И я бы хотел сегодня в докладе коснуться некоторых моментов этой методики, перенося ее на проблемы онкохирургии и нашей специальности анестезиологии. Если мы с вами посмотрим на компоненты программы ЭРОС и фаст-трек, они имеют 18 компонентов, то мы иногда с удивлением будем обращать внимание, что некоторые компоненты, которые мы имели изначально традиционно противоположное значение, на сегодняшний день рассматриваются в некотором ином плане, о чем сейчас мы с вами будем и говорить. Программа фаст-трек объединяет мероприятия в предоперационном периоде, операционном и послеоперационном периоде. Всего их 18 компонентов. Давайте посмотрим, какие же из этих 18 компонентов, которые вы видели на слайде, я не буду сейчас их пока комментировать, имеют наиболее значимость с точки зрения, как сейчас принято говорить, доказательной медицины. Итак, 18 компонентов, но наиболее самые значимые компоненты, они вызывают вначале, в общем-то, удивление у нас. Самая достоверная, доказанная компонента – это отказ от механической очистки толстого кишечника. Высокая достоверность – это использование таракальной эпидуральной анестезии с условием то, что анестезия развивается до начала операции, используется во время операции, в ближайшем послеоперационном периоде не менее 36-72 часов. Высокая достоверность также использование малоинвазивных оперативных доступов, отказ от рутин установки дренажей в брюшной полости. Предотвращение гипотермии тоже очень высокую достоверность имеет, так же, как и отказ от использования или раннего удаления назогастрального зонда и ранняя активизация пациента. Итак, дооперационная стратегия. Первое, что очень важно учитывать, это обязательно или желательно, наверное, более правильно даже обязательно, совместная консультация хирурга и анестезиолога еще до госпитализации, где мы можем определить и выявить наиболее отягощенных пациентов с выраженной патологией и начать уже предоперационную подготовку на догоспитальном этапе. Отсутствие ограничений питания до операции. Общеизвестно, что в послеоперационном периоде возможно развитие инсулиновой резистентности. Удлинение периода голодания может привести к повышению ПАЖ, что может усугубить аспирационный синдром. Поэтому, с этой точки зрения, учитывая вышесказанное, по данной предлагаемой методике, пациент в течение ночи может пить до 400 мл прозрачной жидкости. Причем считается, что данный объем не повышает риск аспирационных осложнений. Очень интересная рекомендация Европейского общества анестезиолога для переперационного голодания у взрослых и детей. Очень высокая степень достоверности. Поощряется питье прозрачной жидкости, включая воду, соки, без мякоти, чая или кофе, без молока. Вплоть до двух часов до плановых операций. Что вызывает даже, в общем-то, некоторое удивление то, что все описанное правило распространяется на пациентов с ожирением, гастроэзофагальным рефлюксом страдающих пациентов с сахарным диабетом и беременных женщин вне периода родов. Прием твердой пищи запрещает до шести часов до планового оперативного вмешательства у взрослых и детей. Использование пищевых углеводных смесей с учетом того, что в послеоперационном периоде на фоне голодания возможно развитие инсулиновой резистентности. Считается, что можно введение либо парентерально путем глюкозы в течение ночи перед операцией, указанной на дезировке 5 мг на килограмм в минуту, но это не совсем удобно. Пациент привязан к инфузионной терапии. Возможно использование специальных растворов сложных углеводов с низкой осмолярностью, которая быстро эвакуируется из желудка. Отказ от подготовки кишечника традиционно, в общем-то, всегда мы готовим пациента с механической подготовкой кишечника. На сегодняшний день, по многим данным рандомизированных исследований, не отмечается частота несостоятельности анастомозов, раневой инфекции, септических осложнений, повторных операций и летальности, если мы отказываемся от данной подготовки. Что касательно анестезии, пожалуй, здесь как раз все ясно и, в общем-то, более понятно даже, я бы так больше сказал бы. Это использование быстро и короткодействующих летучих анестетиков, внутривенных анестетиков, отдается предпочтение пропофолу. Короткодействующих опиоидов, к сожалению, нет у нас этого препарата в Российской Федерации. Короткодействующих миурелаксантов антидеполяризующего действия. Отказ от закиси азота, как одного из предикторов послеоперационной тошноты и рвоты. И включение в анестезиологическое обеспечение региональной анестезии, либо это речь идет о эпидуральной, спинальной анестезии, либо других видов региональной анестезии. По данным метаанализа указывается снижение в этом случае послеоперационных осложнений на треть. Использование в основе методики, конечно, лежит плотное сотрудничество с нашими коллегами-хирургами. Высокая степень достоверности – это минимально агрессивные хирургические методики. Это эндоскопические методики и это разрез. Избегать стараться разреза вместо вертикального или аппаратомного разреза, используя поперечного или наклонного разреза с иннервацией кожи в 2-3 дерматома. Оптимизированная инфузионная терапия. Нужно избегать предупреждения интероперационной выраженной гиповолемии, гиперволемии. И вести в состояние пациента нормоволемия. Но это очень сложно, наверное, потому что и отдается предпочтение лучше, пускай будет умеренная дегидратация, чем умеренная гиперволемия. В онкологии это бывает чрезвычайно сложно, учитывая огромную степень кровопотери, которая возникает. Методика гемодилюции, которую используем мы часто перед самой кровопотери. И здесь на сегодняшний день, надо сказать, что понятия такого, как стандартный режим инфузионной терапии или рестриктивный режим инфузионной терапии, на сегодняшний день нет. И, возможно, решение проблемы – это проведение целевой инфузионной терапии. И сегодня будет доклад нашего уважаемого коллеги Фиделя Баишева, посвященного именно этому вопросу и в дополнение к этому докладу. При поддержании нормотермии известно, что понижение на 2 градуса температуры во время операции резко возрастает риск послеоперационных осложнений, кровотечение увеличивается, увеличивается частота и возникновение аритмии. Поэтому обязательным считается активное согревание пациента и введение подогретых растворов для поддержания нормотермии. Послеоперационный период. Стратегия на послеоперационный период – это мультимодальный подход к обезболиванию с использованием по возможности регионарной анестезии, нейрональных блоков, что тоже очень эффективно. Комбинация препаратов, блокирующих циклооксигеназу-1 и циклооксигеназу-2 с нестероидными противовоспалительными средствами, которые желательно применять в качестве превентивной или предупреждающей анальгезии еще до разреза. И весь этот комплекс препаратов позволяет уменьшить использование общей дозировки опиоидов и снижение их побочных эффектов. Ранняя пероральная гидротация для операций на колоректальных операциях допускается уже в день после операции до 300 мл введения жидкости. Раннее восстановление энтерального питания. Речь идет, конечно, в большей степени о тех операциях, где есть установлен зонд за анастомоз. Это использование энтерального питания через 6 часов после операции. Применение препаратов. Уделяется внимание препаратов, купирующих или предупреждающих послеоперационную тошноту и рвоту. В основном это антисеротонинергические препараты. И ускоренная мобилизация, ранний подъем при операциях, при которых возможен ранний объем. По данной методике считается, что в течение первых суток, в течение 6 часов, пациент может находиться или должен находиться вне кровати. Все это проводится на фоне достаточной анальгезии. Какие условия реализации данной стратегии? Первое основное условие – это формирование команды. Команды – хирург, анестезиолог, сестры, пациент. Это необходимое наличие необходимых технологий. И очень важно, чтобы эти технологии заработали, чтобы не было осложнений. Это определение категории пациентов. Понятно, что все вот эти 18 компонентов, они не могут быть осуществлены в ряде случаев у какого-то определенного пациента, о чем можно будет поговорить, уважаемые коллеги, в дискуссии. Какие данные по эффективности технологии? Я покажу буквально два слайда, потому что сейчас очень большое количество работы, видите, последних лет. Вот эффективность лепароскопической колоктомии, уменьшение количества дней пребывания в клинике в сравнении с, если пациент оперируется абдоминальным доступом. Высока эффективность фаст-трак технологии при тотальной гастроктомии. Уменьшается общее количество осложнений, по данному исследованию, которое вам представлено. Уменьшается сумма лечения, уменьшается нахождение пациента в послеоперационном периоде. Высока эффективность данной программы у пациентов, оперируемых на печени. Вы видите, есть уменьшение нахождения пациента в клинике, когда используется данная технология. Здесь данная работа 2012 года тоже показывает эффективность данной методики при хирургии печени. И можно посмотреть, а я хочу сказать, эта презентация будет оставлена. Есть рекомендации рабочей группы ЭРОС для операций, в том числе и онкологических операций при операциях на различных отделах желудочно-кишечного тракта. Какие есть некоторые перспективы развития анестезиологии в онкохирургии? И мы не называем онкоанестезиологию, а именно анестезиологию в онкохирургии. Изучение влияния анестезии на исход хирургического лечения в онкологии. Здесь мы можем сказать с гордостью, наш отечественный ученый профессор Фрид Иосиф Абрамович еще в 70-е годы пришел к идее, что анестезию нужно рассматривать не только с точки зрения защиты от хирургической агрессии, от стресса, но и рассматривать как лечебный компонент той терапии, которую получает онкологический пациент. Мы сейчас очень часто сталкиваемся с методиками, новыми методиками, которые применяют наши хирурги, при которых, по сути дела, мы не знаем тех патофизиологических механизмов, которые происходят и оказываются на организм пациента, как интероперационно, так и послеоперационно, но вот в частности гипертермическая химиоперфузия полосе. Первое, что я написал здесь. И здесь, конечно, очень важно возродить в нашей специальности это экспериментальное исследование. Мы находимся сейчас только в начале этого пути и, по сути дела, отрабатываем сейчас экспериментально анестезию на крупных животных, в частности, вы видите, здесь представлен эксперимент на свинье. Очень важную роль сыграли наши московские коллеги, онкологический институт имени Герцена. Нужно отдать должное, к сожалению, очень рано и неожиданно из жизни ушедшему профессору Мизикову Виктору Михайловичу, который предложил проведение большой такой расширенной сети конференций, мастер-классов по вопросам особенностей анестезиологии в онкологии. И мне кажется, что на сегодняшний день, уважаемые коллеги, с учетом той мощной школы онкологической, которая существует у нас в городе и в области, с учетом тех отделений, которые сильные отделения анестезиологии и реанимации, мы обязаны эту работу продолжить и, наверное, расширить. И вот тот форум, который мы сегодня с вами встречаемся, это, наверное, начало той будущей работы именно по нашей специальности. Спасибо. Продолжение следует...